Добрый день, уважаемые читатели про Владимира. Сегодня мы беседуем с заместителем директора департамента предпринимательства, торговли и сферы услуг Тимуром Рамазановым по очень довольно-таки интересной теме. Вообще в последнее время всплывают такие различные истории в отношении владимирских чиновников и депутатов. Сегодняшняя история, которую мы расскажем, она отличается от предыдущих, на самом деле, поскольку она хоть и была связана с уголовным делом, она не привела к судебному решению, к какому-то приговору обвинительному, а развалилась на стадии уголовного дела и на самом деле была связана с очень интересным сюжетом, так скажем. Я просто поясню для начала, чтобы нашим зрителям больше информации вы прочитаете в нашем тексте статьи. В 2010 году было заведено уголовное дело по статье о контрабанде, было оно заведено в Иваново, ивановскими силовиками, так скажем. И в 2010 году было судебное решение Октябрьского районного суда города Владимира, которое вернуло дело о контрабанде Ивановской прокуратуре. И впоследствии оно развалилось в итоге и было прекращено, правда, по нереабилитирующим обстоятельствам, поскольку там сначала повысился порог ущерба, так скажем, вменённого, а затем просто эту статью вывели из Уголовного кодекса. Вот одним из фигурантов, так скажем, уголовного дела был как раз-таки Тимур Рамазанов, и было ещё три человека. Это Вадим Концедал, по-моему, Герман Афанасьев и Игорь или Иван Максимов. Да. Так вот, уголовное дело изначально. Изначально уголовное дело вменялось по части 4 статьи 188 УК РФ «Контрабанда», но впоследствии её переквалифицировали на часть 1, поскольку изначально силовики предполагали, что это якобы была какая-то преступная группировка даже целая. И вот Тимур Ренатович был якобы организатором этой преступной группировки. Но это не подтвердилось. И, как я уже сказал, уголовное дело развалилось в итоге. Тимур Ренатович, с чего началась вообще эта история? Ну, я хочу сразу поправить. На самом деле уголовное преследование началось в 2007 году. Дело это длилось с 2007 по 2010 год. Значит, спасибо огромное за то, что проявили интерес к данному периоду моей жизни. Ну, соответственно, 12 лет уже прошло. Многое, конечно, забылось. Но многое из того, что было, забыть невозможно. Потому что любой нормальный человек, попадая в данную ситуацию, в данную среду, чувствует себя, мягко скажем, не в своей тарелке и неловко. Значит, это очень интересная история. Многие в этом городе эту историю слышали, знают. И как-то косвенно кто-то даже участвовал в этой ситуации. Значит, началось все с того, что, как многие знают, я был одним из руководителей и учредителей автосалона Автоленд здесь, во Владимире. Это был крупный автосалон, который занимался продажей иномарок. Иномарок в основном из Америки, из США и из Европы, Германии, Бельгии. Значит, в то время автомобили новые не покупались. Просто такого количества автосалонов не было. Поэтому многие занимались тем, что возили автомобили из-за границы, растамаживали и продавали данные автомобили через автосалон или через авторынки. Ну и все такое. Значит, у меня с компаньонами тоже был такой автосалон. Назывался он Автоленд. Я еще раз повторюсь. Значит, началось все с того, что, наверное, в 2006, в начале 2007 года появились непонятные люди, коммерсанты, которые ходили по автосалонам и предлагали целый список автомобилей, новых автомобилей со скидкой где-то в 30%. Понимая, значит, из чего складывается цена автомобиля, я, например, понимал, что такого физически быть не может. Значит, тем более в то время популярный автомобиль Toyota Camry, за ним стояла очередь в автосалонах, в новых автосалонах. Это 2006-2007 год. А тут у людей он был в наличии, этот автомобиль, и по цене на 30% дешевле, чем стоит новый. Значит, плюс эти ребята открывали или пытались открыть новый автосалон, назывался он Golden Auto, где вот эти автомобили должны были продаваться. Ну, и на совете, скажем так, владельцев автосалонов мы решили разобраться в данной ситуации, но пошли самым простым путем. Написали на сайт программы «Максимум». Написали письмо в программу «Максимум». Тогда это была очень модная передача такая, которая проводила расследование, с просьбой разобраться в данной ситуации. И вышел, соответственно, сюжет. Нет. В один прекрасный момент приезжает ко мне в салон Максим Гладких, как сейчас помню, с группой съемочной. Машина, значит, НТВ. И говорят, ну вот вы писали, расскажите. Те, конечно, кто, скажем так, мои коллеги, которые участвовали в данном мероприятии, тут же все пропали. Остался я один. Один на один с корреспондентами, как сейчас вот с вами. Понятно, что меня попросили рассказать эту ситуацию. Я рассказал это все. Все это сняли. Показали мой автосалон. Мы поехали, посмотрели. Я им показал, где автосалон строится. Значит, вот этот Golden Auto. Причем мы понимали, что здесь схема какая-то непонятная. Максим Гладких проделал большую работу. Съездил в Финляндию. Поснимал репортаж в Финляндии. Нашел, значит, какие-то контрабандные пути. То есть, поговорил с начальником ГВД, с нашим, с Разовым. Поговорил, значит, с таможенниками. Все в один голос заявили, что это левая схема. Значит, Максим не побоялся, встретился с хозяевами тогда этого автосалона. Там такие полубандитские элементы были в то время, которые ездили, скажем так, с машиной сопровождения Хаммер, с бандитами, значит, с оружием. И эта передача вышла в эфир. Где-то весной 2007 года эта передача вышла в эфир. Я просто поясню, это у нас будет на сайте, что там выдвигалась версия. Я не могу утверждать, поскольку я не видел никаких документов, но выдвигалась версия, что это автомобили, если я правильно понял, они перевозились через границу и оформлялись как конфискаты. И поэтому продавались на 30% примерно дешевле. Это, опять же, версия была тех дельцов, которые продавали данные автомобили, что это якобы таможенные конфискаты и все такое. Но этого физически быть не должно, потому что весь конфискат был на сайтах. И конфискат – это единичные автомобили на всю страну, понимаете? А тут партиями, автовозами люди предлагали автомобили. Понимаете? Понятно, это была какая-то схема. То ли это была пирамида, то ли это реально был налажен канал, скажем так, по перевозке новых автомобилей в обход таможенного оформления. Потом началось самое интересное. Вышла передача. Я, как человек правильный, воспитанный правильно, и, скажем так, не нарушавший законы, и бывший военный, то есть, я думал, ну, разоблачил шайку жуликов и воров. Орден на грудь, понятно, я не получу, но хотя бы какую-то благодарность за проделанную работу однозначно получу. Буквально через несколько дней после выхода передачи у меня автосалон закидали бутылками зажигательной смеси. Чудом, просто прохладно было ночью, чудом не сгорелась одна из машин. То есть, все остальные бутылки, как бы, они разбились, загорелись. У одной машины, значит, поплавился бампер, и Volvo, как сейчас помню, XC90, джип, значит, закатилась под, бутылка закатилась под Volvo, и чудом, бог есть, ну, наверное, потому что я освещал всегда салон, вот, машина не загорелась чудом. То есть, поплавился бампер, стекло, значит, тресного от жара, значит, противотуманки. Но машина не загорелась чудом. Вот. Потом, соответственно, мне начали поступать угрозы. В том числе со стороны вот этого товарища, которого сняли Андреева, по-моему, фамилия там Андреев, не помню, угрозы сказали, что мне конец. Мягко скажем, мягко выражаясь, конец мне. На что я ответил. Я говорю, ребята, я законов не нарушаю. У меня всегда был принцип для меня и для моих подчиненных. Лучше не заработать, чем попасть. Это самый главный принцип в бизнесе, который, как бы, я придерживался. И поэтому было полной неожиданностью, когда в сентябре, в начале сентября, ко мне в салон ворвались маски шоу, как оказалось, Ивановские. Значит, провели обыск. Конфисковали ПТС автомобилей, которые находились на стоянке. Поехали со мной в квартиру, провели обыск в квартире. И предложили собраться. Увезли меня в Иваново на долгих почти девять месяцев. Увезли из Владимира. Из Владимира, да. Значит, как потом оказалось, мне приявляли особо тяжкую статью. Значит, 188-ю часть четвертую. Контрабанда в составе организованной группы, где я был организатор этой преступной группы. То есть, мне объясняли, что я совершил контрабанду, перевозя автомобили через таможенную границу и растамаживаю, значит, автомобили же опять на Ивановском таможенном посту. Когда я задавал в очередной раз вопрос, в чем же контрабанда, если автомобиль везся как автомобиль, растаможился как автомобиль, таможня дала добро на продажу данного автомобиля, на отчуждение, то есть, ограничение таможенной не установлено. Значит, мне говорили, ну, вот контрабанда. Я говорю, послушайте, если я привез автомобиль, вернее, привез автомобиль и растаможил как мешок картошки, это контрабанда. Если бы я привез автомобиль и растаможил как запчасти, это контрабанда. А когда я привез автомобиль как автомобиль, растаможил как автомобиль, в ПТСе написано, отчуждение разрешено, я могу делать с автомобилем все, что угодно. Могу ездить, могу продать. Ну, и пошлины, соответственно, выплачивались. Так точно, пошлины выплачивались. Нет, мне говорили, что ты в составе организованной группы, ты организовал преступную группу. А в преступную группу входил таможенный брокер Игорь Максимов. Ну, то есть, это не сотрудник таможни, а околотаможненная структура, то есть, частник, который помогал растамаживать автомобиль. И два моих перегонщика, моих сотрудника. Концедал, по-моему, и... Афанасьев. Афанасьев, да. Значит, вот это состав организованной группы. Когда я говорил, ну а где же тогда сотрудник границы, пограничник, который участвовал в этой преступной группе, а где таможенник, который давал добро? Вопрос оставался без ответа. Мне объясняли, что... А смысл работы... Давайте вернемся к смыслу работы, который был в то время у всех автосалонов. То есть, я через своего представителя в США, к примеру, покупаю автомобиль. Обычно это русскоязычный наш бывший, скажем так, соотечественник. Покупаю автомобиль. У него автосалон. Есть лицензии. Перевожу ему деньги через банк. То есть, на меня или на моих сотрудников, кто этим занимался. Выписывают все документы. Купчие, так называемые. Тайтлы. Значит, с этими тайтлами и документами человек приходит в банк. От своего имени переводит деньги со своего счета. Все это официально. Покупает человек машину. Эту машину посредник или владелец автосалона там в Америке отправляет в Хельсинки. Все автосалоны имеют, скажем так, таможенного брокера. Обращаясь к таможенному брокеру. Которому сообщают данные по этой машине. Таможенный брокер забирает данный автомобиль с Финляндии. Либо, значит, забирает ее владелец, я там, перегонщиками. Либо автовозом таможенный брокер. Машина поступает на таможню. Таможенный брокер растамаживает данный автомобиль. И я, как владелец этого автомобиля, забираю этот автомобиль уже на таможне растаможенной. Уже с оформленной документами. Так точно. Я к таможне этого автомобиля никакого отношения ни косвенного, ни прямого не имею. То есть, этим занимается таможенный брокер. В данном случае Максимов. Понимаете? То есть, все так работают. И вот сейчас бизнес, который работает в таможне, он сам не занимается этим вопросом. Есть таможенный брокер. Понимаете, да? Значит, а таможенный брокер в то время мог выбирать, растамаживать автомобиль либо по единой ставке таможенной, либо по совокупному таможенному платежу. Это было по закону. То есть, можно было либо так, либо так. И сам человек, хозяин машины, либо представитель его по доверенности, выбирает, как растамаживать. Как дешевле, как выгоднее, так он растамаживает. То есть, поэтому, когда приезжают маскишоу, я начинаю разбираться, в чем дело. Мне говорят, ну, вы нарушили. То есть, вы контрабандным путем везли машины. Когда начинаем разбираться, в чем. По версии следствия, мы недоплатили каких-то таможенных платежей, какую-то сумму, порядка, может быть, 100 тысяч с машины. В связи с тем, что растамаживали либо по той ставке, либо по той ставке. На все мои вопросы, я какое-то к этому отношению имею, это решал таможенный брокер. Мне говорили просто сумму, сколько оплачивают. Понимаете, да? То есть, это экономические даже были претензии, а не уголовные. Я говорю, господа, это сейчас так. А вот тогда это была статья контрабанд. Я говорю, господа, я все понимаю. Если вы считаете, что я, либо таможенный брокер, недоплатил какую-то сумму за таможенное оформление, на это есть другая статья, 194-я. Уклонение от уплаты таможенных платежей. Хотя уклонения здесь не было. Здесь была недоплата. Понимаете, да? Я говорю, скажите сумму, я вам сейчас доплачу, и я пошел. На что мне в открытую говорили. Ну, ты же понимаешь, что тебя заказали. Ну, все, вот так вот. В итоге, мысль людей, которые меня закрывали, была такая. Статья 188-я в то время была. Эта статья была особо тяжкая, с прямым умыслом. То есть, подсудимый или обвиняемый должен был знать и осознавать последствия, которые несут его действия. Еще более того, сговор должен был быть между четырьмя лицами. Ну, мысль была какая. То есть, статья особо тяжкая. Можно было держать до суда человека в СИЗО в то время до полтора года. И сейчас, в общем-то, так же. Вот. И, соответственно, за это время я должен был созреть и дать показания, чистосердечное признание. То есть, что для этого делалось, я сейчас на этой передаче рассказывать не буду. Поэтому я принял решение, понимая, что если я сознаюсь в том, что я не совершал, все автомобили, которые идут по этому уголовному делу, якобы уголовному делу, будут конфискованы в пользу государства у добросовестных покупателей. Там речь была 16, по-моему. Ну, я не помню уже сколько, но сумма была, мама не горюй. То есть, это все машины, которые купили люди в автосалоне, они все должны были быть конфискованы. Это если я сознаюсь. Более того, если я сознаюсь, все мои сотрудники, они автоматически получают срок. То есть, организаторы я получаю до 12 лет, они получают поменьше. Те, кто сотрудничает со следствием, я думаю, получили бы еще меньше. Значит, и, соответственно, я закрываюсь 51-й статьей, которая против меня, и я мог не свидетельствовать против себя. И я так просидел 9 месяцев. Почему в Иваново? Значит, этот таможенный брокер растамаживал автомобиль в Иваново, такой же был таможенный брокер во Владимире. Значит, просто таможенный пост Владимирский не справлялся с потоком машин, которые в то время шли вообще во Владимирскую область. Поэтому мы рассматривали разные регионы, в том числе Иваново, где это можно было сделать быстрее и не так обременительно, скажем так. Ну и потом перегонялись машин, соответственно. Конечно. Ну, то есть, этим занимался таможенный брокер. И поэтому, когда по своим каким-то делам взяли этого таможенного брокера, ему в открытую сказали, потом мы узнали. Ты нам не нужен? Нам нужен Рамазанов. Вот дашь против него показания, и мы тебя, скажем так, отмажем. Можно так это сказать сейчас здесь, в формате вот нашей беседы такой. Соответственно, ему ничего не оставалось, у него родился маленький ребенок в то время, то есть, ему ничего не оставалось, как выполнить все, скажем так, пожелания тех органов, которые в тот момент вели данное уголовное дело. То есть, я совершенно без претензий к этому человеку. Я понимаю его прекрасно, потому что любой из нас, кто попадает в данную ситуацию, неизвестно, как себя поведет. Понимаете, да? Своя рубашка ближе к телу и своей семье, и все такое. Поэтому совершенно без обид. То есть, человек повел себя так, как повел, дал показания, оклеветав меня. Ну и таким вот образом следственные органы в то время попытались за 9 месяцев моего содержания получить содержание в СИЗО, получить ту информацию, которая им нужна была бы для дальнейшей передачи этого дела в суд и, соответственно, получения обвинительного заключения. Поэтому, ну дальше вы знаете уже. Я вам присылал документы. После 9 месяцев вас отпустили под подписку? Да. В июне месяце, видя, что ситуация как бы не меняется. Это 9-й год был. Июнь 8-го года. 8-го. Июнь 8-го года, значит, меня отпускают на подписку о невыезде. В Иваново или? Из Иваново отпускают. Во Владимир я уеду. Я еду во Владимир. Значит, пытаюсь как-то собрать весь бизнес обратно. Предпринимались ли какие-то попытки в это время, пока вы сидели в СИЗО, отнять ваш бизнес? Ну нет, такого не было. Такого не было. У меня остались надежные друзья и партнеры. Здесь как бы бизнес сохранился. Понятно, что он понес очень большие убытки. Но он сохранился. Более того, те, не знаю сколько, ПТСов, которые забрали следственные органы. Значит, порядка года мы не могли продать данные автомобили. Они, понятно, тоже обесценились. Обесценились там порядка 24 или 30 автомобилей. Понятно, что, значит, мы и там понесли убытки. Но, знаете, как я всегда говорил так. Лучше быть на свободе и без денег, чем там и с деньгами. Поэтому, соответственно, состояние было такое, что ничего не надо было. Было, скажем так, собрано 40 томов уголовного дела. Или 41, по-моему. Значит, в 2010 году, следствие шло до 2010 года. В 2010 году, наконец-то, дело передали в суд. Соответственно, судья не усмотрела умысла в данном уголовном деле. Более того, значит, нашла многочисленные нарушения. Причем, я вам этот документ предоставил. Мы можем его, я думаю, сейчас всем показать. Мы его опубликуем тоже. Значит, вернуло дело на доследование прокурора Ивановской области. Дело вернулось опять в те органы, которые вели это дело. И там оно... Там его постигла, скажем так, печальная для следственных органов участь. Значит, оно просто кануло в небытие. То есть, это дело закрыли. А потом, в конечном итоге, появилось... Даже не так. Сначала появилось... Изменился уголовный кодекс. Статья 188 была вообще убрана из уголовного кодекса. Декриминализирована. Не знаю я, какие это обстоятельства. Реабилитирующие, не реабилитирующие, я не знаю, но дальше искать правду мне не захотелось после всего того, что случилось. Значит, дельцы из Глода на авто, вы, наверное, знаете эту ситуацию. Пока меня не было, скажем так, покидали очень много народа во Владимирской области. Очень много народа. И я думаю, что все, кто смотрит вас и читает, вспомнят эту ситуацию, может быть, и будут отклики, и, может быть, напишут в комментариях, что они тоже пострадали. Не знаю. Посмотрите, можете продлить эту тему, продолжить. Потому что история с Глода на авто очень интересная. Они покидали очень много народа. Они покидали банки. Вот. А в итоге их всех закрыли. Значит, скажем так, какая у них дальше судьба, я не знаю, мне неинтересно. Но я знаю, что один из фигурантов этого дела получил лет восемь, что ли. Ну, я вот так слышал. Вот. Но орден меня так и не нашел. Может быть, еще найдет. Смотрите, первый суд, который рассматривал по части четыре, это был Октябрьский районный суд. Он рассматривал это дело. И он его возвращает прокурору, как вы сказали правильно, за нарушение многочисленное. И действительно, там не нашел обстоятельств. Во-первых, сговора. Это отягчающее обстоятельство. Но уголовное дело почему-то там продолжилось не только в отношении вас, а в отношении ваших сотрудников, оно ведь тоже продолжилось, уголовное дело. Оно закончилось одновременно с моим. То есть, мы все как в связке шли, так и шли. То есть, видимо, прокурор там считал, ну, точнее, не прокурора, а кто вел это дело, что там отдельно как-то совместились. И вот однонаправленно подумали, что они не занятся бы нам контрабандой. Контрабандой, да. Но дело в том, что я им объяснял. Я говорю, послушайте. Одно из обвинительных, скажем так, одно из описаний обвинительной части следственных органов было, что я создал преступную группу, насколько я сейчас помню, с целью получения прибыли. То есть, вот это вот самый главный умысел у меня был. То есть, я создал преступную группу для получения прибыли. И я им сказал, я не создал преступную группу, говорил все это время. Возьмите мой устав, я создал фирму ООО. Целью этой фирмы было извлечение прибыли из коммерческой деятельности. То есть, это прописано в уставе, понимаете? Нельзя, невозможно писать как бы предпринимателю, вменять ему то, что он создал ООО для того, чтобы получать выгоду, прибыль. Я плачу налоги. Я для этого создаю, скажем так, коммерческие структуры. То есть, ООО, ИП, еще что-то такое. То есть, для извлечения прибыли, понимаете? Вот общая сумма вот этих недоплаченных средств, как я понимаю, она была менее полутора миллионов рублей. Я не помню. Ну, наверное, да. Да, наверное. Там недоплата таможенных платежей, как они вменяли. Опять же, они не доказали эту недоплату, потому что мы действовали строго по закону. Понимаете, да? Сколько на таможенном посту, на границе, плюс таможенный пост, сколько структур, которые проверяют правильность документов, понимаете? И честность приобретения данного автомобиля. То есть, и все это прошло. И выдавался ПТС, где в графе, не помню, в какой графе написано, отчуждение разрешено. Понимаете, да? Она выдавалась не максимумом, да? Нет, ни в коем случае. Не-не-не. Послушайте, ну, я, может быть, называю его так, брокер. На самом деле, это человек, скажем так, который помогает, в то время помогал, скажем так, собственникам автомобилей растамаживать автомобили. Понимаете, да? То есть, собирал документы необходимые, помогал заполнять декларации, загонял машину, выгонял машину. Понимаете? Ну, в качестве агента, в общем-то. Ну, можно так назвать. Который сейчас также оформляет документы для налоговой. Да, именно так. Ну, тогда это вот так вот было при таможне. Потому что очень много народа занималось автомобилями. Много народа привозило автомобили из Прибалтики, из Германии, из Бельгии, из США. Понимаете? Если вы в то время вспомните город Владимир, у нас автосалон на автосалоне был. То есть, кто только не занимался у нас автомобилями. Понимаете? Потому что не было такого количества автосалонов, которые продают новые автомобили. У нас все то же самое, но теперь новые машины люди покупают. Понимаете? А автомобили БУ покупают при автосалонах. То есть, обменный фонд, так называемый. Понимаете? Но все это тогда было только зарождалось. Понимаете? Поэтому это вот такой вот, может быть, был бизнес вот такой вот на коленке. Нецивилизованный. Уголовное дело было прекращено, и вы пытались в суде потом еще оспорить прекращение этого уголовного дела по нереабилитирующим обстоятельствам. Да. Я обратился в одну очень известную адвокатскую контору. Значит, попытался отсудить, скажем так, вернуть свое доброе имя, но посчитав расходы, которые я понесу на это все дело, посчитав время, посчитав расходы, я просто махнул рукой, плюнул и сказал, все, не буду заниматься. Но суд все-таки посчитал, что нет, нельзя прекращать это. Я уже не помню, что посчитал суд, но я помню, что ходил не я, ходил адвокат, поэтому я помню, что ничего не вышло. Потому что, ну, вы понимаете, что... Может быть, сейчас по-другому, но в то время судьи не ссорились с органами, которые вели в то время, в том числе и меня по этой статье, понимаете, да? Не знаю, может, сейчас они стали независимыми, но в то время, как бы, скажем так, это было не совсем так. Ну, просто я поясню, что, да, это уголовное дело было прекращено еще до того, как статья вообще исчезла из Уголовного кодекса. Да. То есть, если бы это произошло после 2011 года, я, честно, я не юрист, не могу сказать, каким образом бы оно было прекращено, но, тем не менее, факт есть факт. Вот сейчас это как бы не мешает вам, поскольку действительно сейчас есть много же у нас людей и политических сил, которые любят что-то выискать такое и предъявить не в вашем плане, а в плане губернатора Сипягина. Ну, вы знаете, как бы я не могу отвечать за губернатора, тем более я не могу отвечать за вашего брата, журналиста, но то, как многие ваши коллеги профессионально могут, скажем так, вырвать из контекста какой-то текст и перевернуть весь смысл, а потом его преподать, понимаете, ну, к сожалению, это так. И понятно, что неприятно, скажем так, неприятно. Неприятно про себя читать и слушать то, что как бы не имеет места быть на самом деле. Как вы решили стать чиновником? Вам поступило предложение? Ну, знаете как, Владимира Владимировича я знаю давно, Сипягина, не Путина, Сипягина. Вот, еще до его предвыборных вот этих моментов, значит, и зная его как очень активного человека, человека неравнодушного, значит, и после того, как он начал баллотироваться, я спросил у него, а зачем ему это? То есть, быть статистом, как это было до него на тех выборах, у меня тоже приятель там баллотировался, губернатор. Он сказал, что ему это интересно. Он хочет доказать себе, в первую очередь, и всем остальным, что, значит, что-то как-то можно изменить. Понимаете? На что я ему говорил, слушай, ну, это бесполезно. Ну, ты же понимаешь, куда ты идешь. Ну, это же невозможно, наверное. И потом, когда получилось, да, я понимаю, что за него голосовал народ, и я говорил о том, что мы с тобой, молодец, давай. То есть, за него голосовал народ, а мы за простой народ. Сейчас я за простой бизнес, за простой народ, то есть, вот как чиновник. Значит, морально мы его помогали, да? Вот, я и кто-то там из нашего, скажем, от вооружения. Значит, и после того, как он победил, я сказал, что я готов пойти в команду, готов принести что-то полезное для общества и попробовать себя в новом статусе. Мне стало интересно, и я согласился возглавить данный департамент. Ну, пока вы заместитель. Я заместитель, да. Я заместитель. Почему сразу не назначены директоры? Ну, слушайте, это, во-первых, это неправильно. Потому что человеку, который, скажем так, никогда не занимался данной работой, нужно время для того, чтобы вникнуть в работу любой структуры, понимаете. Не обязательно как бы этого департамента. То есть, надо было разобраться, надо было понять, надо было вникнуть в работу каждого отдела, каждого специалиста. Специфику этой работы. Последний вопрос, наверное. Вы понимаете вообще риски, в том числе возможные репутационные риски, в связи с вашим устройством в администрацию области, в администрацию Владимира Владимировича Сипягина? По поводу репутационных рисков это решать не мне, это решать команде губернатора и губернатору. Значит, самое главное, чтобы вы поняли, значит, я пошел на эту должность не для личного обогащения. Я пошел сюда на эту должность только потому, что я хочу помочь губернатору в его нелегком труде. Поверьте, это очень нелегкий труд. И увидев ситуацию, когда, значит, повольнялись все ключевые фигуры с администрации области, плюс до сих пор увольняются директора департаментов и комитетов, понимаете, трудно, безумно трудно прийти человеку в новую сферу деятельности, я про Сипягина говорю, и остаться без команды профессионалов, понимаете, да? И начинать, грубо говоря, свою работу с нуля. И поэтому я предложил свои услуги. То есть, если будут какие-то ко мне вопросы по профессионализму моему, по репутационным рискам, еще почему-то, я ни на секунду не задумаюсь, я напишу заявление об уходе. Поверьте мне, даже зарплата в 55 тысяч рублей меня не держит там. Понимаете, да? Вы не представляете, если там работать, а там работать нужно, да? Не просто так просиживать время. Не для этого пришли. Это очень тяжелая работа. Это очень сложная работа. Там безумное количество документов. Понимаете, да? Там безумное количество работы. Помимо, значит, восьми отделов в департаменте, которые отвечают каждый за свое направление, там четыре фонда. Четыре фонда. Я говорю, сотрудников порядка ста человек. Поэтому все они замечательные люди, профессионалы. И я благодарен судьбе, что я познакомился с этими людьми. На самом деле, основная масса чиновников, как бы к ним отрицательно не относились. Понимаете, это очень порядочные и высокопрофессиональные люди, которые работают не за страх, а за совесть. Потому что ту зарплату, которую они получают, назвать, скажем так, основным стимулом совершенно нельзя. Ну, я могу закончить только словами Владимира Владимировича Путина. Вам виднее. И пожелайте вам успехов. Действительно, я уверен, что в нелёгком чиновничьем труде. Спасибо за вам. Спасибо за подробный рассказ. Спасибо читателям про Владимира. Смотрите больше материалов на нашем сайте. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok